всем привет вы на канале ноу names band если вы еще не подписан на канал то обязательно подписывайтесь а почему бы и нет собственно если же вы давно подписаны на канал и смотрели мои предыдущие видео то знаете что мои отношения компании сяоми несколько неоднозначная и основная моя претензия это отсутствие каких-то инноваций и интересных новинок mi band 2 мне не понравился тем что там не было ни одной новой функции Redmi 3s в принципе был скучным потому что это уже третья итерация знаменитого бюджетника от сяоми и так далее то есть каких-то интересных новинок от компании не было долгое время но потом поперло и как раз таки про сегодняшнего гостя нашего никак нельзя сказать что он скучный посудите сами новый полностью металлический корпус и абсолютно новый дизайн олед дисплей и конечно же двойная камера в общем этого уже было достаточно для того чтобы я заинтересовался устройством и заинтересовался этим смартфоном и собственно ждал я его с нетерпением итак теперь я расскажу о своих впечатлениях это сяоми редми про еще раз очень хочется посетовать на политику нейминга в компании redmi 3 redmi note 3 redmi 3 pro redmi note 3 pro redmi 3s mi note redmi pro мало того что куча моделей за такое короткое время так еще и название чуть ли не идентичный черт ногу сломит блин во первых давайте разберемся какой категории относится этот смартфон перед официальной презентации виталий слухи что будет представлена либо продолжение премиум новыми ноута либо отдельный наследник redmi note 3 и мы получили именно второй вариант хотя по цене этого и не скажешь redmi pro сейчас доступен за 250 долларов а там ведь накинь сверху еще тридцатку и можно взять флагманский mi5 ну давайте назовем его представителем среднего класса все-таки по сравнению с redmi 3 и redmi note 3 смартфон шагнул вперед и явно пытается переиграть мезу которые традиционно лучше выглядят redmi pro получил полностью в отличие от своих более дешевых собратьев металлический корпус отныне никаких кусков крышки из пластика и лишь две линии для вывода антенн тут же сразу бросается в глаза два объектива камеры с двусветной вспышкой между ними и небольшой логотип сам внизу камеры смотрятся странно как правило при использовании двойных камер их делают небольшими либо слитными либо вторую меньше первой чтобы все это не бросалось в глаза вся у между наоборот словно подчеркивают наличие двойной камеры не заметить их просто невозможно несмотря на крупную диагональ экрана напомню это пять с половиной дюймов размеры смартфона достаточно компактный в руке лежит он отлично держать его удобно и комфортно не последнюю роль в этом играют скругленные края задней крышки похоже на самсунге или если угодно нами 5 однако некоторым все-таки потребуется немного времени на привыкание помимо скругления задняя крышка имеет отполированные грани и поначалу ощущается непривычно особенно с фронтальной стороны задняя крышка не плавно переходит в экран а наоборот защитное стекло дисплея выпирает на миллиметр или даже чуть больше и немного режет палец и из задней крышки еще один минус уже чуть более субъективный она выполнена из не анодированного металла и если приглядеться то сразу можно увидеть такие полоски металли словно его забыли отшлифовать это оно и есть конечно тут сугубо на любителя но у меня не анодированный металл всегда вызывал ассоциации именно с бюджетными девайсами и никогда не нравился клавиши управления полностью сосредоточились на правом торце и кнопка включения блокировки и кнопки управления громкостью все здесь кнопки удобные с хорошим ходом и неплохой чувствительностью и расположены прямо под большим пальцем на левом торце поставить и компа слот вы можете установить либо две сим карты формата микросим и наносим либо одну микросим карту и карту памяти формата микро sd наверху виден три с половиной джек под наушники отверстие микрофона и инфокрасный датчик снизу симметрично расположенная решетка динамика правда динамика только один и под второй решеткой скрывается еще один микрофон и юсб тайп си с парой болтов по бокам юсб уже медленно наверно начинает заполнять рынок и не вызывает какого-то удивления плюс как я уже упоминал redmi pro отличается компактными размерами и его толщина заслуживает отдельного упоминания она тут не самая маленькая около 8 миллиметров но смотрится все равно очень тонкой за счет тех самых отполированных граней и плавных углов фронтальная сторона смартфона для компании достаточно необычно и походит на флагманский mi5 под экраном расположилась механическая кнопка home совмещающая в себе сканер отпечатков пальцев и в отличие от кнопки mi5 ее сделали чуть толще а потому выглядит она чуть более уместно слева и справа от нее стандартные сенсорные кнопки помещены опять же как по флагмане сяоми точками кнопки кстати имеют подсветку над экраном разговорный динамик датчик освещенности и приближения фронтальная камера и небольшой светодиодный индикатор событий плюс экран покрыт защитным стеклом выполнены по технологии два с половиной д и это та самая штука которая реально преображает устройство стекло плавно скатывается края если забыть про выпирание кто меня говорил выше имеет хорошее олеофобное покрытие по нему удобно водить пальцем и конечно выглядит все это здорово что касается цвета я рекомендую брать темный смартфон то есть серый с черной лицевой стороной ибо именно черной выглядит она просто офигенно плюс при таком раскладе рамки вокруг дисплея не видны да здесь как и случае с mi5 дисплей имеет достаточно толстые черные рамки и у золотого и светло-серого смартфона они реально заметны и это реально ну немного портит внешний вид устройства сам экран redmi pro еще одна очень интересная особенность устройства 5,5 дюймов разрешение full hd 1920 на 1080 как следствие плотность пикселей составляет 401 tpi и конечно же в экране используется улет матрица теоретически это должно было положительно повлиять на время автономной работы устройства но об этом я расскажу чуть позже но что сказать про экран хорош чертяка естественно тут глубокий черный цвет но мое главное опасение вырви глаз до цвета не оправдалось цвета конечно более контрастные однако глядя на смартфон отдельно без IPS матрицы рядом не думаешь о том что цвета какие-то чересчур сочные или яркие или контрастные углы обзора максимальный и какой-то ощутимой инвертации цветов под экстремальными углами я не заметил в общем на самом деле все круто если бы не злополучная рамка серьезно мне дисплей очень понравился и чем больше я пользовался смартфоном тем чаще думал о том какой крутой производительность еще один интересный пункт доступны три вариации условная младшая модель имеет gelio x20 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта внутренний накопитель средняя gelio x25 3 гигабайта оперативной памяти и 64 постоянной и наконец старшая модель gelio x25 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт накопитель и дело в том что многие после анонса смартфона начали зубоскалить по поводу мезу мол смотрите сяоми в свой относительно бюджетный и явно не такой важный для компании девайс стоят чип который мезу в своем самом крутом флагмане используют но зубоскалить это конечно всегда весело но фишка-то и нюансы обращается в том что gelio x20 и x25 показывают очень стабильную работу в играх их фантастические 10 ядер на практике оборачивались проседанием fps в тяжелых играх тормозами и багами а пробьем была в виде ускорителя от мали и 880 оказался странным и средники snapdragon 150-152 с графикой от мали обходит его в плане 3d игр и мне не понятно почему сяоми выбрали именно этот чип я прям не могу понять особенно после многолетнего сотрудничества с qualcomm у меня была младшая модель и что я могу сказать в повседневной работе смартфон показал себя неплохо не десятки започенных программ и средники игры не могли его смутить антуту показала 84 тысяч очков другие бенчмарки также показали неплохие результаты однако я говорю да неплохо они хорошо или отлично потому что работа с устройства омрачает сырая прошивка ну то есть очень сырая настолько что мне перекупа нашего города прямым текстом рекомендовали не покупать смартфон что касается тяжелых 3d игр все же мега игровым девайс не назовешь но мне его производительность вполне хватало однако напомню я не любитель тяжелых 3d игр на смартфонах и больше отношусь к тем кто считает что для мобильных устройств подобные игры шутеры танки гонки они не очень подходят а вот hardstone идеально подходящий для мобильных устройств на смартфоне работал просто отлично помимо не самой высокой скорости в играх и сырой прошивки в железе есть еще один минус у меня смартфон чувствительно нагревался причем не в играх или в бенчмарках например после первого запуска я начал просто скачивать различные приложения повседневные и всякое тестовое по и смартфон просто нагрелся от такой безобидной операции да так что я прям действительно ощущал нагрев в играх все еще серьезнее дискомфорта и ожогов конечно нет нагрев терпимый но это все равно как-то не круто еще один важный для многих момент время работы без подзарядки но что можно сказать про автономность redmi pro сырая прошивка и чип дают о себе знать и тут аккумулятор на 4050 миллиампер в час в купе с пяти с половиной дюймовым хоть и улет дисплеем и не должны были творить чудес особенно по сравнению с 5 дюймовым redmi 3s но я все же ожидал чего-то достойного каково же было мое удивление и расстройство когда мой экземпляр буквально на глазах начал пожирать заряд батареи разряжаясь чуть ли не по проценту раз несколько минут писем арк батареи тест смартфон показал всего 6 часов и для 4000 батареи это реально мало даже несмотря на диагональ экран автономным как результат его нельзя назвать в отличие от редми ноут 3 например более того весь фейл наглядно демонстрировать то что я зарядил его до 100 процентов собрался запустить тест на время автономной работы попутно минут 5-7 поковырявшись браузере и увидел что за эти 5-7 минут он разрядился до 93-94 процентов упомяну и звук он неплохой внешний динамик имеет хороший запас громкости и даже на максимум не хрипит но мне звук показался глуховатым и с каким-то преобладанием низких частот а в наушниках все было неплохо звучание насыщенное лично у меня диском форта никакого не вызвало и наконец камера больше всего интереса у меня вызывала именно она поскольку у сяоми очень жесткое разделение в камерах и во флангах этих устройствах камеры отличные а вот бюджетниках откровенно слабоватой на мой взгляд а потому лично мне было интересно к чему же будет ближе камера в redmi pro тем более двойной модуль и что я могу про него по итогу сказать камера неплохая по качеству снимков она конечно же уступает флагманским устройством таким как mi5 или pro 6 и другим однако за счет фишек которые дает второй модуль может заинтересовать примеры снимков вы сейчас видите на экране что может сказать про второй модуль он используется как и в многих других смартфонах с двойной камерой для различных игр с фокусировкой выглядит это следующим образом вы делаете снимок а затем программно виртуально раскрываете закрывайте диафрагму получая все более и более размытый задний фон так называемую глубину резкости это позволяет получить симпатичным боке изменить фокус на готовом снимке акцентировать внимание на каких-то деталях позволяет в теории возможно вы видели на моем канале обзор российского смартфона dex pro zenith там также была двойная камера и использована точно для тех же целей изменение точки фокуса и размытия замена фона прям один в один в зените на момент обзора функционал был несколько недоработан и вы не поверите в redmi pro точно также недоработан более того у меня сложилось впечатление что смартфонах используется одна и та же технология во-первых очень уж похож функционал буквально один в один возможности не похожи не на ищите си и не на элджи не у новых honor за 50000 а именно на зенит во вторых очень уж похож конечный результат в общем все то же самое что и у зенита на старте неправильно обрабатываются края элементов и неправильно работает определение слоев как результат неправильное размытие и так далее замена фона вообще идиотская фишка но не могу представить кто в здравом уме будет этим пользоваться и если зениту это можно было простить все-таки смартфон от б-бренды и для декста на самом деле был интересный смартфон то вот для такого топового производителя как сяоми подобное на мой взгляд фейл это как четверка в школе троечник для получения реально поработает реально произойдет себя и потому за четверку его будут вполне заслуженно хвалить а вот для отличника от которого ждут только идеала и который сам установил высокую планку качества четверка это регресс и достройство конечно если зениту камеру доработали то сяоми доработает и подавно и тем не менее его двойная камера останется обычным баловством lg g5 позволял делать невероятные широкоугольные фотографии htc помимо изменений точки фокусировки предлагал целую рост различных функций и различных фишек а тут всего вот эти вот две функции одна из которых вообще не нужна и в итоге в целом камеры больше чем неплохими и не назовешь как фото так и видео по крайней мере после фотографий которые гуляли в сети которые якобы были сделаны смартфон я ожидал большего но давайте подведем итог ну вот каким-то таким получился сяоми redmi pro устройство достаточно неоднозначные и от прям порекомендовать покупки я его не могу конечно есть у него ряд плюсов и к основным плюсом я бы отнес олег дисплей который мне очень понравился и новый дизайн металлический корпус это тоже все здорово и приятно хотя и тут не без нюансов небольших но автономность которая здесь просто не какущая она просто убила меня то есть если производительность не самая высокая меня особо не смутило потому что я уже десятки раз говорил да что я в тяжелые игры не играю и производительность для меня не стоит на первом месте то автономность она уже достаточно важна она для меня не определяющий фактор но 6 часов автономной работы это очень мало и это для меня достаточно веский минус ну и хваленая двойная камера на самом деле ничем удивить не может по крайней мере если вы как и я ожидали каких-то невероятных там снимков от нее и невероятного качества если вы как я смотрели промо фотографии и видели все то что выкладывалось вами то могу вас расстроить или предупредить ну ничего сверх крутого здесь нет если вам понравилось видео поставьте лайк если видео вам не понравилось ставьте дизлайк подписывайтесь на канал обязательно подписывайтесь своих друзей расскажите друзьям и шарить это видео в сети для того чтобы мы могли набрать больше народу а я тем временем буду стараться сделать все новые новые видео и буду стараться делать их более крутыми вы были на канале новым иксбэнк спасибо и пока кстати говоря раз уж пошла такая пьянка и я упомянул зенит в своем видео я связался компанией попросил мне предоставить на несколько дней и в ближайшее время замучу сравнение камер этих смартфонов потому что повторюсь модули камеры у них может быть и разные но технология вот это вот двойной камеры она одинаковая то есть я уверен на 99 процентов что она одинаково потому что функционал и результат идентичен один в один и мне было интересно сравнить камеры этих устройств просто посмотреть что как она будет и рассказать об этом вам так что одно из следующих видео будет как раз таки сравнение возможностей камеры этих двух смартфонов